Привет, друзья! На связи Наталья Ляру и вопрос о читательнице. Как перестать ставить другого человека на пьедестал? Бояться сделать ошибку, как прийти к полной самодостаточности? Самодостаточность. Здесь в одном слове уже кроется ответ на вопрос. Нужно стать самодостаточной. И мы становимся самодостаточными, когда мы взрослеем. Когда я ставлю человека на пьедестал, сама я неосознанно как будто бы подгибаюсь. Это такое родительско-детские отношения, где родитель более авторитетный, умный, знает, как мне лучше жить. И постоянно кормит меня советом. И судя по ощущениям и по тому, как вы пишете, то, наверное, у вас были авторитарные родители, которые постоянно направляли вас, контролировали, возможно, хотели добра, хотели вам счастья, но тем самым подавляли вас. И вы научились такой стратегии, что они знают лучше. Мама святое, папа святое, и я как бы не знаю. Что делать в этом случае? Взрослеть. Взрослеть и осуществлять сепарацию. И это процесс. Иногда психотерапия занимает два года. Когда мы учимся отделять, что мое, что родительское. Немножечко снижаем родители. Они по-прежнему замечательные люди, но они тоже люди, и они тоже могут ошибаться. И вот этим своим контролем, своим авторитарным желанием сделать своего ребенка счастливыми, они на самом деле забирают большую часть ответственности за жизнь ребенка. И когда ребенок вырастает, станет, становится взрослым, он просто не умеет брать ответственность за свою жизнь. Он по-прежнему ожидает, что кто-то скажет ему, как жить, как поступать, какое решение принимать. И часто очень боится ошибки, потому что авторитарные фигуры родителей часто ругают за то, что нельзя ошибаться, нужно быть идеальной, нужно стараться, завышенная планка. Поэтому сепарация и взросление, взросление себя как личности. И там подразумевается умение брать ответственность за свою жизнь, готовность ошибаться, умение доверять, полагаться на себя, вот эта внутренняя опора. То есть я как взрослый, и я знаю, как мне жить, я доверяюсь своим решениям. И, как я сказала, это процесс психотерапии, который занимает иногда два года. Иногда можно это сделать быстрее, если вы уедете с привычной среды в ретрит. Так называемый ретрит – это место уединения, где вы уезжаете из своего родного города, от своих родителей, потому что пока вы остаетесь в знакомой среде, поменяться очень сложно. Вы вроде с психотерапией с психологом разговариваете, но каждый раз возвращаясь туда, к родителям, друзьям, кто на вас действует, то неосознанно сложно создать новые нейронные связи. Когда вы берете себя и уезжаете в незнакомое место, в незнакомых людей, где вы можете получить новый опыт, новый опыт взросления, сепарации, в вашем мозгу формируются новые нейронные связи, и тогда легче, когда вы приезжаете обратно домой, уже вести себя по-другому, уже вести себя на позиции взрослого, с теми людьми, которые раньше казались авторитетными. Ближайший ретрит у нас состоится в конце апреля, где у нас будет по две терапевтические группы. Именно на этих терапевтических группах мы проживаем и сепарацию, и новый уровень себя, новый контакт, новое понимание доверия, ответственность. И все это можно прожить, получить новый опыт с помощью гельштадт-терапии. За подробности пишите в директ, я вам скину подробности. Спасибо, что задаете вопросы. На связи Наталья Леру. Продолжение следует...